Африка дышит загадочностью и таинственностью, а ее территории заселяют дикие племена с нетрадиционными обычаями. Повседневная жизнь таких племен может показаться странной не только европейцам, но и жителям африканского континента. Сегодня у этнографов, антропологов и путешественников есть уникальная возможность заглянуть за пределы цивилизации и познакомиться с колоритом этносов. Одно из самых больших племен на юге Эфиопии. Способ их жизни не подается логике, женщины носят глиняный или деревянный диск в нижней губе, и часто украшают лысеющие головы странными головными уборами из веток, мертвых насекомых и шкуры животных. Мужчины не всегда могут контролировать свой гнев и забивают одноплеменников до смерти. Настроены очень воинственно ко всем чужеземцам, всех приезжих встречают с оружием, демонстрируя свое верховенство. Норвежцы и их обычаи – самое могущественное, гордое и независимое дикое племя Африки, которое насчитывает больше 800 тысяч человек. Туземцы занимаются скотоводством, главный деликатес для них – это свежая кровь животных, чаще всего проживают у подножья Килиманджара. У них существует ряд странных ритуалов. Мальчишки не могут стать полноценными воинами, пока не сразятся один на один с царем зверей. Также у них есть одна особенность – представители сильного пола прокалывают мочки ушей и вешают тяжелые украшения из бисера и бусин, при этом уши иногда растягиваются до плеч. Сегодня представители племени Масаи пытаются уничтожить, расстреливают и сажают за решетку. Шокирующие обычаи китайцев – представители племени Сурма проживают вдалеке от других, в труднодоступных местах, скрытых горными хребтами. Не очень любят туристов, традиционно ходят без одежды, так же как и Мурси вставляют тарелку в нижнюю губу. Старшее поколение любит выпить, часто употребляют алкогольные напитки. Узнать туземцев можно по характерным рисункам на теле, закрученные узоры выражают отношение к миру. Женщины считаются жрицами бога Ямди, которому поклоняются Сурма. Самый странный обряд заключает в себе принятие мужчины ядовитого зелья, которое может привести к смерти, дать противоядие может только главная жрица, но делает она это не всегда. Дикие пляжи Сочи обычаи этого племени шокируют. Туземцы поедают менструальные выделения коровы, которая очень ценится из-за высокого содержания ряда полезных витамин. Мужчины известны своими гигантскими мошонками, у некоторых она доходит до 80 сантиметров восточной долготыину. Ученые пришли к мнению, что такие аномалии объясняются странным ритуалом. Мужчины вылизывают причинные места коровы, из-за этого в организме поселяются паразиты, которые и приводят к увеличению яичек. На Черном континенте проживает огромное количество диких племен. Многим из них пришлось адаптироваться под современный мир, но они, как и тысячи лет назад, чтут традиции предков и выполняют свои странные, а порой и ужасающие ритуалы. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.